Всем привет, с вами Ломар и мы стоим на Cessni 172 Sierra Papa от Laminar Research в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Сегодня здесь сети ИВАО пройдет АПЦ экзамен и я предлагаю посетить этот экзамен, полетать на Cessni 172, чтобы посмотреть на X-Plane 12. Загружаем полные баки топлива и также багаж у нас будет 10 килограмм. И центровка, как вы видите, она теперь автоматическая, она автоматически рассчитывается с учетом того, что вы здесь загрузили. Теперь давайте подадим наш план полета, переходим на fpl.eval.aero. У нас в Абер-763 ВИФАР полет, нон-скейджел, вернее я бы сказал General Aviation, тип самолета Cessna 172. Естественно мы летим одни, легкий самолет, эквипмент, стандартное оборудование, демеоборудование. Также у нас янки оборудования и есть на борту GPS. Вот так как-то получается транспондер обычный Сьерра. Аэродром вылета Пулково и время вылета давайте поставим 17.15. Круизная скорость можно указать, скорость 0.120 и здесь можно указать просто VIFAR. Далее мы указываем в роуте хотя бы что-нибудь, например Директ. Аэродром назначения указываем Пулково и запасной. Это у нас гостилицы. Далее указываем Callsign Flybird и Remarket Training Flight. А топливо у нас на борту на 6.30. POB, количество пассажиров на борту 1, пилот. Всё вот так просто заполняется план для сегодняшнего полета. Теперь нам нужно подключиться к сети, выбираю Flybird 763, любой сервер, передаю, принимаю, Cessna 172. Но сначала, конечно, по-хорошему перейти в настройки, посмотреть то, что микрофон правильный, наушники правильные. Нажать Set to Talk. Окей, это у меня правый control. И Apply. Flight Plan подгружен. Можем запрашиваться на вылет, но сначала подготовка самолёта. Отпускаем парковочные тормоза и ставим их ещё раз. Проверяем то, что двери и люки закрыты, все документы на борту. Это дефолтная Cessna, не Rep. Поэтому здесь нет других дополнительных процедур. Тестируем аварийную батарею, ждём 20 секунд, смотрим на зелёную лампочку. После теста переводим её в положение ARM. Затем подключаем батарею. И мы можем включить авионику 1 и 2, в принципе, либо одну авионику. Но здесь они включаются сразу. 118.1, COM1. Переключаемся. Это у нас вышка. После этого на VBI, не знаю, вроде говоря, или ATIS появился, или не появился голосовой. В общем, проверяем то, что у нас информация эхо. Ветер варьируется и полусу он использовать будет. Ну, хотя бы подтверждаем информацию эхо и сообщим ему, что у него неправильный ATIS. Полголовышка, добрый вечер, Flybeer 763, стоянка 404, информация эхо на борту. Проверьте правильность вашего ATIS, разрешите вылез согласно плану. Планируем VFR тренировочный круг. Сию в работе VBP 28 левая, но постараюсь высылать 28 правую для вас. Так что пока что ждайте одну минуту, хорошо? Ожидаем. Рассчитываем 28 правую, Flybeer 763. Для того, чтобы посмотреть реальную информацию о погоде, я буду использовать LittleNavMap. Здесь у нас есть новая WS Station, которая показывает ветер 41 метр в секунду, KVK 10 градусов, давление 10-26 гектапаскалей. VFR условия у нас. Add Traffic Pattern от Пулкова, 28 правая, 1.5 мили, правый аэродромный круг. Это просто для референса, чтобы примерно представлять. Давайте настроим PFD. PFD. Alt Unit у нас в гектапаскале. И дальше накручиваем стандартное давление, которое нестандартное, а давление аэродрома 10-26. Также я здесь активировал ветер опция 1. Я предпочту переключиться на CDI и настроить курс полосы 28 правой, который составляет 279 магнитный. А также курс взлёта можно сразу установить 279. Референс. Glide Speed 68, VX 62, VY 74. Затем проверяем то, что батарея как минимум 24 вольта. И она у нас разряжается, всё в порядке. Мы используем авионику, никакие огни пока не включены, поэтому можем себе позволить небольшую разрядку батареи. Переходим в систему, делаем Reset Fuel. У нас полные баки, чтобы они обнулились, полностью залились. Возвращаемся обратно, переходим на Map, проверяем трафик топа. Next Rad можем активировать погоду. И в принципе на этом всё. Также вот этой кнопкой можно убрать лишнее. Но я также предпочту на NAV-1 настроить ILS 28 правый, на NAV-2 VR. VR у нас, переходим и настраиваем 113.4. Переключаем в активную Sierra Papa Bravo. А ILS у нас составляет 111.3. Разрешён вылет согласно плану, всю тренировочную. В связи с вами право для вас согласовано. В работе 28 правая. После вылета рассчитывайте правый аэродромный круг 1200 футов, QNH 1026, Squawk 0701, поправка. И по готовности запуска разрешаю. По готовности запуска разрешили. 28 правая, правый аэродромный круг 1200 футов, подавлению 1026, Squawk 0701, Flaber 763. Нам разрешили запуск, поэтому устанавливаем транспондер 0701. Перед запуском двигателей отключаем авионику. Альтернейтор не включаем. Проверяем то, что подача топлива у вас в положении открыта, и оба бака выбраны. Затем проверяем ход орудов и немного даём газу. После этого включаем навигационные огни, включаем биконы. И после этого включаем фьюэлпамп. Подаем микстуру. И ждём примерно 3-4 секунды. Готово. Микстуру отключаем. Фьюэлпамп офф. Проверяем слева чисто, справа чисто. Запускаем двигатель. Нам нужно провернуть ключ и потом полностью дать микстуру. После того, как двигатель запустился, первым делом смотрим ойл-пси, и вторым делом смотрим на обороты, ставим их примерно на тысячу. Всё в порядке. Подключаем преобразователь, проверяем зарядку аккумуляторов и напряжение. После этого включаем авионику. Готово. Сверяем стендбай и праймери. Высота одинаковая. После этого проверяем управление. Вперёд, назад, влево, вправо и педали. И запрашиваемся на руление. Флайбер-763 готовы к рулению. Флайбер-763, решаем преобразователь ВП-28 права, влево, с лево, с левой перроном на Браво-10. Предварительно ВП-28 правый разрешили, влево по перрону, Браво-10, Флайбер-763. Уменьшаем тягу. Снимаемся с парковочных тормозов. Обязательно проверяем в X-Plan 12, тут какие-то странные люди катаются, что слева чисто, справа чисто. И поехали. Начали ехать, включаем такси-лайт Все так же идеально и приятно он управляется на земле, как и в X-Plane 11 Чувствуется, что самолет такой живой и подвижный У него есть подвеска, а он не просто кусок мыльца, который рулит по перрону ВПП 28 правый, взлет разрешили, Флэбер 763 Хорошо, включаем альф Затем включаем лендинг лайт, выключаем такси-лайт и включаем строб лайт Выпускаем закрылки 10 градусов На прямой никого не наблюдаем, полоса свободна Убеждаемся, проверяем диспетчера И все параметры двигателя в порядке Выехали на осевые полосы Потихонечку увеличиваем тягу, следим за параметрами двигателя Поехали Пауэр сет, engine parameters normal, airspeed alive 55 rotate И выдерживаем примерно VY Но пока можно между этими значениями выдерживать скорость Набирать, чтобы у вас ромбик был на курсе хейдинга Ромбик это ваше направление с учетом ветра Набираем 1200 футов, которые мы можем предселектнуть вот так 1100, 1200 Убираем закрылки Тримируем самолет Нас немного влево сносят Пропеллер тянет вернее Это все правильно, это отлично Где-то на 1000 футах можно будет поворачивать направо Это у нас upwind Затем мы повернем на crosswind Перед этой высотой Немного уменьшить тягу Начать выравниваться и начать разворот По сравнению с X-Plane 11 это просто красота Я не буду сравнивать X-Plane 12 с MSFS С которым в принципе все его сравнивают Нет, это немного разные симуляторы И прям вот совсем-совсем разные Поэтому с X-Plane 11 он вполне себе имеет место быть для сравнения Переходим на вот 90 градусов относительно WPP И мы летим как раз вот как надо Хорошо идет, более требовательный к железу Как оказалось требует вулкан версии 1.3 Это видеокарта тысячного семейства NVIDIA выше FAMD Не скажу, не сориентируя Ну и в целом гораздо красивее Особенно с фотоподложками Если вы их конечно сделаете себе, наделаете где надо То он выглядит еще красивее Смотрим 45 градусов Второй по команде Флабер 763 Мы прошли первый Вот сейчас должны были делать второй Нам сказали второй по команде Поэтому мы продолжаем следовать в северном направлении Нам нельзя пересекать вот эту линию Там находится зона ограничения полетов До этой линии у нас CTR Пулково Мы можем лететь Флабер 763, выполняйте второй зон Выполняем второй Флабер 763 И теперь выходим на обратный курс ВПП Наш ромбик должен лететь Лететь Находиться вот прям На кончике этой зеленой стрелки Проверяем высоту Проверяем скорость Проверяем параметры двигателя Все в порядке До 3000 футов Как вы помните, мы не объединяем смесь После взлета можно было выключить Landing light И проверить то, что закрылки убраны Auto take off checklist completed Но landing light иногда не выключает Находя CTR аэродрома Для того, чтобы другие самолеты Вас лучше видели Проходим на трайверзе Пулково-вышку По-русски это Трайверс вышки По-английски это Эбим тавер Иногда вот в этом месте Дают зону ожидания Просто Небольшую орбиту Левую и правую Поэтому Вы должны знать Где это место находится Информацию приняли Трафик не наблюдаем Флабер 7-6-3 Я не вижу его пока что Хотя он появится потом В X-Plane 11 достаточно хорошие контакты Во, я вижу, смотрите, вон летит Флабер 7-6-3 Трафик наблюдаем Сию, третий по команде И будьте готовы проследовать к ближнему П-28, правая Третий по команде Будем готовы следовать к ближнему Трафик наблюдаем Флабер 7-6-3 Флабер 7-6-3 Доложите, пожалуйста, ваше намерение Рассчитываем конвейер Флабер 7-6-3 Давайте включим отображение Ближнего Папа Лима Ой, это дальний Папа Лима Ближний это просто Лима Флабер 7-6-3 Следите прямо на ближний привод ВПП-28, правая Следуем на ближний привод ВПП-28, правая Флабер 7-6-3 У нас немного Не совсем аэродромный круг Получился такой Полет по кругу Поэтому нет смысла Выпускать закрылки Но есть смысл Как мы поворачиваем В сторону ВПП Включить посадочные фары Для лучшей видимости 350 это прямо на север Вол Вот смотрите Он курсом ВПП заходит И он сюда хочет следовать Интересно Айфар такой маневр ниже МВА невозможен МВА минимум вектор инкальтитюд Минимальная высота векторинии В некоторых аэродромах Она уравняется МСА Новые домики Такого я точно не помню Таких много этажек Здесь в эксплайне 11 ВПП-536 Флабер 763 Дышаю заход ВПП-28, правая И сию ветер 30 градусов 1 метр ВПП-28, правая Посадку за конвейером Дышаю И после упражнения Сию правой Аэродромный круг Здесь вот ВПП-28, правая Конвейера Разрешили после Конвейера Правый аэродромный круг 1200 футов Флабер 763 Давайте попробуем Небольшое упражнение Отработать Я зайду чуть-чуть выше А потом Используя сайт Слип Сброшу высоту Еще сильнее уменьшаю тягу Скорость меньше 110 узлов Можно выпустить Закрылки в первое положение В первое В 10 градусов Поэтому я уменьшаю тягу в ноль Первое, что вы должны сделать В такой ситуации Посадку нам разрешили Проверяем посадочные Проверяем закрылки На прямой полосы В принципе мы вот так Вполне себе возможно попадем Но давайте сделаем небольшой сайт слип И снижаемся Обратите внимание На вертикалку Креном вы можете контролировать Свои направления Правая же педаль Постоянно зажата Это такой нестандартный маневр Поэтому Использовать только опытным Как говорится Чем ближе к ВПП Потихонечку Отпускаем педаль Выравниваемся И флэрем над ВПП Ждем когда колеса коснутся земли Идеально После посадки Проверяем в закрылке 10 градусов Делаем небольшой пробег Увеличиваем тягу И поехали 55 ротейт Убираем закрылки Тренируем самолет По первым ощущениям А я летал на ЦСН-172 В X-Plan 11 Достаточно много Конечно учитывая то Что у меня джойстик Теперь другой никакой был Вот один в один Все как в X-Plan 11 Все так же понятно управляется Все так же легко управляется Я хочу сказать Никаких сложностей По крайней мере с этим нет Давайте пораньше Выполним первый разворот Проходим 900 футов Делаем крен вправо Там у нас заходит Айфар-борд Поэтому лучше нам улететь Подальше Чтобы в случае ухода На второй круг Не было конфликтов Диспетчером Лабортия В 63 поскрытие Вы планируете Выходить в диспетчерку Зоны 1-пулковой Или будете продолжать По кругу Опадаться вправо Пока планируем Следующий конвейер А затем Симулировать Айфар Айлэс заход Полоса 28 Правая Либо левая В Вейфар условиях Флабер 763 Вас понял Сью Второй по команде Второй по команде Флабер 763 Я думаю Там диспетчер сидит Такой с большими глазами Что он сказал? Сегодня использую Русскую фразеологию Радиообмена Для того чтобы показать Примерно Как оно Вот Вообще Полет в Вейфар В зоне аэродрома На какой-нибудь Цесинке Таких видео На ютубе В русском сегменте Немного Набираем 1200 Пока Отлегался Немного Сбросилась Высота Но это Ничего страшного Плюс-минус 200 футов Вполне себе Нормально Очень прикольно Сделали звук Смотрю налево Больше звука Справа Смотрю направо Больше звука Слева Не помню Не помню Что бы в эксплуатии Не 11 Так было Напомню Сейчас мы находимся Между вторым и третьим Нам не говорили Третий по команде Поэтому мы можем Выполнять третий Самостоятельно Когда у нас полоса Примерно под 45 градусов Вот в этом окошке Разрешили заход Пвп Пвп 28 правый Флагер 763 Такую фразеологию Я встречал От семьи Вот впервые Сейчас встретила В Ивау Что значит Разрешаю заход Пвп Если я и так Лечу Пвп И лечу По кругу Спорная фраза Ну ладно Имеет место быть Надо же Как-нибудь Радиоэфир Заполнять И тренироваться Говорить Примерно В таком случае Если мы Находимся Далеко от полосы Это сложно Определить 45 градусов Мы лучше Где-то Вот здесь будем На трайвере Дальнего Мы можем Выполнять Плавный Правый Разворот Под 90 градусов К полосе Вот сюда На юг Примерно Побер 763 После конвейера Запрашиваем Правым Аэродромным Кругом Набирать 2000 футов Для работы С подходом Чтобы выполнять Инструментальный ЛС заход Скорость Скорость Меньше 110 Выпускает закрылки Будем Будем выполнять Конвейер С полными Закрылками Поэтому Еще Сильнее Уменьшаю Тягу Скорость Зашла В белую Арку Давайте Сначала Выйдем К полосе Которую Я немного Просвистел Бывает Но лучше Так не Делать Учитывая Нахождение Полосы Как параллельное К той Полосе Выпускаем Закрылки В 20 Градусов И Потом Закрылки Фул Это 30 Градусов Насколько Я помню И вот Деревья Реально Стали Крутые Просто Вообще Как они Миксанули Супер Ну и Атмосфера Естественно Я уже Говорил В принципе В первом Взгляде Что От Экспойна 12 Я остался В целом Доволен Но В некоторых Местах Конечно Не все Круто Но Стоит Списать На то Что Это Бета Посмотрим Что Они Будут Делать Дальше Будут Ли Они Улучшать Его К релизу Скорость Просил Увеличивать Тягу И Целюсь Прямо В Зебру Не В зону Касания А Вот Прямо В Зебру На полных Закрылках Сопротивление Достаточно Большое Поэтому Между Уменьшением Тяги Касанием Пройдет Очень Мало Времени Посадка Убираем Закрылки До положения 10 Градусов Чувствительная Передняя Носовая Стойка 55 Rotate Оно Еще Как-то Получается Что Ли Нас К ветру Разворачивает Кроме Этого Эффекта Пропеллера Еще Ветер Подкручивает Поэтому Вдвойне Хотя Ветра Почти Нет Ветра Вообще Нет Я Б Сказал А Не Почти Напомню Нам дали Набор 2000 футов Поэтому Их можно Сделать Вот так Преселектор 2000 Установлено После взлета Landing lights Off Закрылки Убраны 1000 футов Выполняем Правый Либо Первый Как по-русски И ждем Дальше Информация От диспетчера Он скорее всего Нас Передаст Подходы На высоте Примерно 1500 футов По пересечению 1500 футов Работаем 119,3 До связи Флабер 763 Петербург Подход Флабер 763 Добрый вечер 2000 футов Выполняем Второй разворот Флабер 763 Что тут Похоже Здравствуйте Я Сообщите Ваши намерения Флабер 763 Планируем Оставаться ВИФАР Выполнить Поправку Симулировать АЛС Заход Полоса 28 Левая С высоты 2000 футов Флабер 763 Понял Готовы К викториню Флабер 763 Готовы К викториню Флабер 763 Влево Курс 0.70 Выдержите 2000 футов Пвп Выдерживаем 2000 футов Пвп Влево 0.70 Флабер 763 И мы можем Включить Автопилот Включить Режим Хейдинг Селект Включить Режим АЛТ Холд Нажатием Просто на кнопку АЛТ 2004 футов Пойдет Приняли информацию Визуальный контакт Доложим Лабер 763 Флабер 763 Вправо Курс 0.95 Вправо Курс 0.95 Флабер 763 Курса Дается Либо 0.90 0.10 100 Либо В крайних Случаях По Пятерке Обычно Викториня 0.95 105 Не Практикуется Аэрбас Обер 763 Аэрбас Наблюдаем Действительно Трафик Как в Эксплейне 11 Все так же Хорошо Его видно Все так же Хорошо Заметен А вот так Прямо Очень красиво Выглядит Я бы сказал Просто Великолепно Да Есть конечно Свои Небольшие Огрехи Но В целом Прикольно Хуже Сколько Здесь Я налетал В Эксплейне 11 В Эксплейне 12 Оно Выглядит Конечно Не хуже Вот здесь Мы кстати Проходим Точку Амога По моему Да Вот амога Я всегда Даже в 11 Эксплейне По вот этим Двум Многоэтажкам Ориентировался Здесь Она Где-то Находится Вот наши Два Круга И вот Наш Третий Круг Чуть-чуть Раньше Выполнил Второй Потому что Мне не давали Его затягивать Гарминку Тысячную Они вообще Я бы сказал Не меняли По сравнению С Эксплейном 11 Она и до этого Была такая Средняя Неплохая Для базовых Нуж Более чем Поля Леса Озера Леса Озера Флэбер 763 Правокурс 53 Снеживая Поворотка Разрешает Ил Заход Флэбер 7 Правокурс 230 Разрешили Айлс Заход ВПП 28 Правокурс Флэбер 7 6 3 230 Установлено Далее Включаем Посадочные Фары Нам разрешили Айлс Заход И после этого Настраиваем Частоту На Айлс Проверяем То что Айлс У нас отбилась Глиссада Курсовой Поправка Беринг 2 Все таки Уже забывайте Что у нас Ера попала Разница Между этими Стрелками Показывает Наше Примерное Отклонение По боковому Компоненту От курсового Полосы 28 Правой Придолго Отключить Автопилот Флайд директора И дальше Следовать на руках Вот у нас Локалайзер пошел Выходим на финальный курс И не забываем Хэдинг Также возвращать На 2.75 2000 Выдерживаем До захвата курсового И не забываем Докладываться Диспетчеру Флайдер 7.63 Захват курсового ВПП 28 Правая Флайдер 7.63 Работки Паукова вышка 118.1 118.1 Паукова вышка Флайдер 7.63 До захвата Глиссада Можно спокойно Стол злов держать После захвата Немного уменьшить тягу И продолжать держать 100 узлов На заходе До удаления Там Мили 3-4 Паукова вышка Флайдер 7.63 На прямой Полоса 28 Правая Рассчитываем Конвейер Флайдер 7.63 Паукова вышка Вечер добрый Уземли Штиль ВП 28 Правая Посадка Уземли Конвейер Дыша 3 мили Удаления Прошли На курсе В Глиссаде Почти что Чуть-чуть выше Иду Уменьшаю тягу И начинаю Выпуск Закрылок 10 градусов Проверяю Посадочные фары Включены Смесь Богатая 20 Парируем Выпуск Закрылок И на закрылках 20 Я и планирую Делать конвейер Че ж они все так корот Я б сказал Просто Это Разрыв Барабанных Перепонок Фабер 763 Немедленно уходите Взрыв круг И Сию Сидеть Прямо В северном направлении Фабер 763 Мы на полосе Можем Остановиться На полосе Фабер 763 Особождайте ВП 28 Право Вправо Прд Право 10 И рассчитывайте Вылет Еще раз Фабер 763 Можем Остаться На полосе Фабер 763 Никак Нет Сию Заходит Борт На ВП 27 Правой Аварийный Поняли ВП 28 Правой Освобождаем Влево На РД Я думал На 28 Левый Заходит Ну Ладно Неожиданная Посадка В принципе Я думаю На этом Можно Закончить И рулить На Стоянку После Посадки Лендинг Лайцов Строб Лайцов Такси Лайсон И Транспондер Переводим В положение Стэнбай Готово Трафик Пошел На Взлет Которые Виски Какой-то Там Прям Закат Флабер 763 ВП 28 Правая Освободили Рулем По Четвертому Перрону Стоянка 404 Флабер 763 Спасибо за информацию Далее Подуправление Встречающегося Добро пожаловать В Санкт-Петербург Всего доброго Пока Пока Спасибо за управление До свидания Флабер 763 На Стоянке Устанавливаем Парковочное Затем Выключаем Такси Лайт То что мы Больше не Рулим Не забываем Проверить Закрылки Выключаем Орионику И только потом Глушим Двигатель Выключаем Магнета После этого Отключаем Бикон Навигейшн Лайт И также Можем Выключать Батарею И Альтернейтер Перекрываем Топливный Бак На любой Левой Правой Перекрываем Топливный Кран И затем Стэндбай Батарея Вов Все Добро пожаловать В Питер Ух ты В дефолтной Я не помню Чтобы в X-Planet 11 Двери открывались Как видите В таких полетах Нет ничего сложного И вы на самом деле Сильно помогаете Диспетчерам В обучении Летая на тренировках И посещая экзамены Вот на таких Мелких самолетах Летая Виэфар По крайней мере В Ватиме И Вау Очень мало Такого Качественного Трафика Поэтому Прилетайте На тренировки Помогайте Диспетчерам Учиться С вами был Аламар До новых Видео Пока Продолжение следует... Продолжение следует...